а ведь обещали теплую погодку привет всем добро пожаловать на канал foxtail с вами катерина это сезон дождей в игре с трендом deep и так сегодня по плану не помереть от молнии рядом железный ящик надо подальше держаться короче мы сегодня улучшаем немножко плод я тут порубила деревья видимо боги этого острова разгневались на меня у меня такой хороший утречка тут было прям солнышко светил ну прямо переезжай живи и радуйся а сейчас что-то как-то вот валить нафиг в россию надо мы поплывем мы поплывем с тобой к другим берегам здесь я вроде как все полутала а что не полутала надо этот якорь кинуть а вот и так не уплывешь ведь может уплыть да дай-ка я сюда поплывем к другому месту потому что хочу я дальше исследовать горизонты стоп 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 все 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 родимый мой пожалуйста и уже я так думаю надо найти такой остров которому у тебя будет лежать дышь дыша дыша твоя дышать будет и и лежать душа будет чтобы ты там мог обустроиться и нормально че-то не а ну приготовлено хорошо приготовлен огонь потух короче место где нам будет хорошо место которую мы можем использовать в качестве дома место где построить классный особняк можно будет и возвращаться к нему единственное здесь нет карты я понятия не имею как тут ориентироваться но вот вот с какого по моему вот оттуда мы приплыли сюда я притащила плот значит поплывем давай вам к тому острову мне кажется все острова тут похоже друг на друга один в один прям клонирует их но может быть какой-то будет настолько необычен зацепит нас своею красотой ауры своей неземной и мы там немножечко приспособимся и будем выживать сейчас мы делаем деревянное основание для плотик у меня по здесь а здесь то недостаточное место куда-то о ради я со все разберусь хоть бы ящики подписывать можно было готовить нет ушло это все туда ушло замечательно как в детском садике помнишь как эти ящички были вот всякие со всякими зверюшечками него не хочу быть петушком дайте мне по волсты тигры где вот родился тем и будешь вот мне тут такие будут тоже наклеечки бы заботы чтобы я нормально соображалась что где лежит но пока методом научного протыкивания и так мы берем строительство да мы строим еще немножечко хочу 14 палок а сколько у меня палок 4 плюс 4 плюс 4 это не хватает математика сейчас ко мне вернется как я немножко уходила кати покидала кати сейчас нормально все будут и дождик заканчивается я знаешь как думаю я вот это могу убрать нет ух ты а я жутко уже как бы отмерила да давай тогда вот сюда в ширину пойдем или нападем раз нам задницу год не мне это не надо больше делать она у тебя и так как корма арма молоток и и взяла в руки да ладно а где он у меня а у меня в сундуке что ж такое от к строитель сегодня точно успеет проснись моя родная брось потом заперем а как так недостаточно когда здесь до хрена всего мясо броси а вот это можно съесть наверное да давай это запорим и молоток берем а у меня примитивные свой гость железный не хотел ко мне идти в рученьки будет примитивный тогда работать на полставки и так вот и вот как то вот оба на а да это же мы основание делаем то я уже закрякал за экал замекала пол то надо еще тоже сделать но давай мы еще сделаем наверное еще одно основание потом посмотрим хватит нам или нет этот прям пальмы рубил и рубил вон одни пни стоят это деревья горит нос не трогай мы тут вековечные они на самом деле какие-то железнобойки не вас не хватает невозможно их ничем срубить а я рубайла папа природе своей не только да я так с рублю мало не покажется что ты не набираешь вместо полно как будто такое ощущение что мне не хватило все вот место теперь достаточно в инвентаре давай ставить еще одно основание туда с грудью весь наш ящиковский хлам есть хорошо теперь надо посмотреть сколько мне там надо для вот этой вот штуки четыре палки этом это хватит нам слушать а дощатый пол нет нам не ляжет это тихо собрали как ты знаешь вот было бы интересно если бы ящики можно было выставлять хотя бы друг на друга либо аккуратненько него так как я брошу и его и и ящику эту и где вот он упал там он и лежит уюта не могу создать уюта не хватает не уюта я что-то где-то бурление видела масс нет больше ничего не бурлит не не бурли мне казалось что где-то еще можно поднырнуть на мигает хватит нырять давай отсюда уплывать и так у меня есть кусок мяса среднего я заберу потом как-нибудь приготовим теперь палки давай сложим что ли палки испорчено ты ешься только выкинул ты уже посмело испортится вернись так что мы туда поскладываем палки ну давай палки возьмем хотя бы вот так чтобы на следующем острове можно было не особо париться и быстренько это уже не влезет и да и быстренько поставить ту же самую палатку нам кстати палатку а я еще знаешь что хотела я хотела сделать нормальное орудие но сейчас я подожди монатки свои соберу и мы с тобой сделаем мне орудие нормальная кокос жахну чтобы вот когда я приеду эти местные аборигены будет опять на меня артачиться я им тюк по лбу копьем нормальненьким и скажу все помри и возрадуйся а че место нету да ага да 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 это однако вот как-то не не особо то получилось у меня все воткнуть нет не то а все нормально нормально я думал давай его час прям фейерверк устроим дощатый лоб а у меня здесь дощатого лома по моему нет у меня есть ясно знаешь как сделала подожди вот это забери быстренько сделаем ниточки нашу где мне нитки здесь были дополнительно но как бы классно придумал похоже просто похоже классно придумано что в ящик можно столько всего загружать но я говорю пока ты найдешь что где находится ты сдохнешь ты челок-то взяла родимая выкинь вот эти волокнистые листья не нам ни к чему попьем давай попьем а если есть нет я не буду я хотел думал а если я все это разрушу давай поспим если бы я это все разрушила мне бы вернулись ингредиенты но с другой стороны на кой фиг там не настолько все эксклюзивное чтобы за это переживать что это ночь наступила просыпается блин кабанятина ты взяла себе фонарь нет я же нажала теперь смотрим что я еще могу запихнуть ящики здесь у нас ткань а давай сделаем на плод вот этот навес транспорт вот навес 1 4 палки 1 это 1 то окей хорошо 1 то это мы все поняли верни пожалуйста свет же людям не светишь же как маяк должна быть значит я забираю одну ткань подожди а где нитки там не до помогали 1 2 и 1 все вроде бы все я взяла все что нужно для навеса чем когда строительство идет она все отключать ну дурочка транспорт а вот он пошли о господи навес то там пол дохлых карлика влезет аят неплохо но симпатично конечно смотрится на когда брене моё но я не знаю как тебя прямо стрячите куда а вот не помешает не якорь мой давай вот здесь тебя с поставим ну ставься хоть куда-нибудь а если повращать нет а чуть исчезла они встают вот отлично я тут как раз чтобы мне темечка не напекала я значит буду рулить и под навесом сидеть мне будет все хорошо итак мы с тобой поставили навес по еде по воде пока все у нас более-менее нормально у нас даже есть консервы я сейчас воды уже не выпить давай сохранимся берем наши ящики у меня тут место у меня лук опью давай посмотрим копью как сделать пока не буду уходить чтобы если что прям сразу с хорошим копьем вот примитивная копья одна палка хорошо палка у нас есть это не проблема что получше более модернизированная человек современности подскажите мне что тут вот прям такой каком с кирдычное кирдычное есть улучшенное копье у нас в принципе все для него есть вот эту хрень можно сделать эту хрень сделать а эта хрень у нас есть и так выключайся не нужна какая хрень я уже забыла вот эта хрень не нужна значит одна хрень нужно потом вот эта хрень не нужна и по моему что там от кожи 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 стоп вот она и вот эта хрень ну давай почему строительство то я что-то орудьем значит каменую сделали во теперь строительство уходит теперь примитивное копьё сделали черта чё когда над строительству ты здесь находишься когда не надо ты выходишь у 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 лучсна и копья готова Ну-ка покажи мне тебя. Ох, нихрена. А чё ты как дурь-то берёшь его? А-а-а! Я чё... Ай, я чё так киданула? А я могу гарпун так кидануть? О, маленький краб мышково пола. Крабичка, а ты дохлый, что ли? Мы заберём тебя с собой. Будешь моим другом. Либо там... Как повезёт. Я так и не поняла, как я метнула копью. Я боюсь, его сейчас... Так, а если так? А-а-а! Ну-ка дай-ка попробую вот так. Есть! А это вот что у меня в руке? Это я гарпун. Гарпун один бросит. Ну вы нафиг. У меня их и так два. Почему они не стакаются в один стак? Что же выброситься тогда? Заберём. Поняла? Ясно, понятно. Я теперь умею метать копья. Это отлично. Это отлично. Это... Это нет. Это всё, да? Ну хорошо, давай поставим ящики. Так, как бы вас вот так аккуратно бросить. Не то. Ага. О, подожди. Дощатый лом где-то в каком-то был ящике. Сейчас мы туда его добавим. Не здесь, не здесь. Ого. И алюминиевый лом. У меня тут валяется алюминиевый. Садовод, огородник. Оградки эти делать столько осталось. Вот. Есть. Где-то у меня тут... Вот он. Вот он мой гофрированный лом. И это говорит, давай сюда идём, парус. Я кровельщик. Я профлист только на это... На крышу делать. Тут можно на самом деле такой офигенный навес забацать. А я как дурочка делаю его тканевый. Ну, адекватный я или нет? Вот скажите мне. В чём суть, когда у меня вон... О, он ещё заныкался. Ещё один. Гофрированного лома столько, что можно сделать санки, заниматься... Ух ты. Заниматься каким-нибудь вопслеймом. Беги, беги, родимая. Не тормози. Мы с тобой поплывём. Я не знаю, я довезу. Дурка такая... Ой, дурка такая колченогая. Залазить как... Прям слов нету на неё. Одни эмоции. Так. Что я могу здесь... Нет, гарпона оставь. Это я больше не могу. Так я примитивный молоток выброшу. Фонарик пока выброшу. Чтобы я могла хотя бы несколько взять вот этих ящиков. Раз. А, ну у меня их и два осталось-то всего ничего. Я, говорит, несколько ящиков хочу нести прямо на себе. Там мне... А чё... А почему... Ой, 15-й день настал. А чё-то мне казалось, что у меня... А, ну да, всё верно. Есть огромная, блин, семья. Ух ты! Мы только как скомпоновались друг на друга. Слушайте как. Всё в моём стиле. Нормально. Своё добро, как говорится, красиво всегда наваливается. А, есть, есть, есть. Растопку я тоже заберу. Это мне не надо. Компас. Пошли. И, говорит, компас тоже уже некуда. Что мы можем выбросить? Мы можем с тобой бросить кокос. Вот, давай мы его бросим. Жахнем по нему ножом. Поедим и заберём компас. Смотри, а тут бурлит чё-то. А чё там бурлит? Видишь, бурлит рядышком. Я не знаю, вдруг там ещё что-то полезное. Дай-ка сохранить. Вдруг какая акула будет там на меня. Залупаться я ей быстренько. А ну, ну, а... Не, места-то нет. Подожди, сейчас всё скинем. В остатки ящиков. Ещё нырнём быстро. А, скорее всего, там покрышки. Всё, я так вспомнила. Там же были покрышки. И, во, здесь место должно быть. Тогда за покрышками мы не ныряем. Здесь место тоже есть. Давай для растопки. Так, и вот тут. Давай фонарь положим. И топор. Всё, да? Нет. Вот так возьми нормально. Топор. Так, теперь. Самое главное. Занимаюсь. Десять минут занимались просто сборами вещей. Это вот, знаешь, как в жизни, когда вот ты пришёл в поход, там, посидел у костра, поел чебуреков, там, попел песни под саксофон. А потом тебе надо поспать и уже отправляться на следующий день в путь. И ты полгода тошнотишь, собирая свои вещички. Значит, плод берём, разворачиваем и плывём вон туда. Вот на тот остров, там мы с тобой ещё не были. Сейчас камень только скинем в какой-то из ящиков. Залезай, давай, моя потя... Ух ты, как я чётко узнала. Так, якорь снимаем. Давай чистые руки сделаем. Подняли. Ага. Давай, разворачивай. Да ты ж моя золотая, всё знает, как делать. Пошли по... мы че на мель сели здрасьте мордасти ты вот отталкивайся отталкивайся я сейчас слезу с него это подлюка опять уплывет ничего подожди подожди сейчас нас несет мне кажется ух ты я прям я как вовремя запрыгнула ты видел как он понес а не понес он почему почему ты думаешь что он понес он не понес и еженый парус не опустил вот теперь другое дело его фон и катамаран только мне захлебнуться в этих водах акулих блин а ящики не улетят как думать и есть это как вот это вода стишок три мудреца блин в тазу сели в грозу поплыли а я как одна умная катенька под на плоту прям в бурю правильно так вот пусть волны захлестывают а я плыву от не виде ничего не в горизонт не берегов поплыли вот на тот остров ёппа мать а это что такое и видишь на горизонте это не это не остров это какая-то неизведанная фиговина я плыву к ней и только не перевернись только я я четко вхожу я знаю когда вот и на корабле плывешь на катере каком-нибудь и на тебя волна надо ставить пляха муха я поныли и я хотя подожди дай соберу дачу какие смогла собрала у мясо да хер с ним брось мясо бери ящики так все гарпун да брось ты его руки поставь давай быстро управлять где вон оно вон оно чуть все не потеряли все что на что не по сильным трудом чуть блин не отправили на икрометочество водяной ой а это там тоже что-то интересно нет я плыву вот к этой какой-то нефтяной вышки стопудового это вышка так вот короче насчет когда если ты в корабль на корабле в бурю и на тебя идет волна надо ставить вот нос корабля прямо и входить входить волн а я грешным делом думал что надо корабль бачком разворачивать и он типа тебя так раз волна аптекет неправильно правильно надо прямо встать вот так руки расставить упереть ноги в плечи и так сказать я иду вперед и прям носом носом волну разрезая практически как серфер камикадзе вот ходить в волны и тогда все будет замечательно тогда ты выживешь и главное не оставляй никакие вот а гарпун лежит а ему хоть бы хны ящики значит хотели умереть на дне ну хорошо хоть они деревянные а это горьки а гарпун я лишать буду крабовое мясо все но я его скинул я считаю акулу покормил чтобы она меня не доставала на смотрите-ка мы на неплохом удалении от двух островов трех островов хорошо мы сохранились а сейчас посмотрим что это такое мне прямо очень интересно какой-то корабль это да корабль призрак ой фильм такой есть старенький старенький корабль призрак но он до сих пор очень класс епана вошет это китовая нога пятая ой как красиво я там читала недавно в интернете что у китов довольно таки огромное достоинство она там почти метровый больше метра и он его вот так вот над водой вот так раз высовывает свои вот это вот нефритовый стержень да назовем его и он торчит такой весь белый вот так форму принимать а вот раньше возможно эти моряки принимали в залахнецкое чудовище на самом деле ты и обычный они чудовище смотрите это это мой плод а вот это что за корабль я не знаю так вот фильм старый корабль призрак очень клёвый там вот про призраков и про корабль если там сейчас какая-то вот на этом корабле будет шняга творится я буду в восторге просто в диком не зря мы с тобой проплыли не зря кстати навес сделали потому что дождик льет а мне хорошо мне сухо мне тепло на мне памперсы так вот доплываем мы но очень аккуратно его исследуем я смогу там пришвартоваться я шварта ну что в любом случае у меня же есть якорь многоразовый слава богу как прав тебе вспомнить чтоб пришвартоваться надо якорь каждый раз делать ой как меня это раздражало на самом деле возможно это как бы да логично но с другой стороны смотри у меня есть сетка такая классная как бабушки наши ёп это что такое это 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 почему нет давай туда вы сейчас налетим на риф мой капитан отдать якорь и ей ищи реальный кум-пум-пум хороши так парус то пустим а то неизвестно порвет его еще офигеть и ощути разницу какая я маленькая какая большая это вот это вот космическая гамадрила ну пойдем ага ага я вижу тебя я вижу тебя большая крабовушка вот это какой-то боковой браса у меня был и и не знаю я них я подожди 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 друг мой даже знаешь почему подожди потому что я сейчас лук поставлю это не залезть что да я я не хочу рисковать жизнью своей попробовала просто загасить и видел об него просто ломаются так уходим ага нормально жизнь еще слушайте я бью улучшенным копьем сколько в те жизни пошел ты в баню ах ты падлюка бежим-бежим-бежим нормально еще он какой-то очень живучий он прям капец какой живучий скажу я вам слушайте но он не любит этого там наконечники надо камни давай еще разок попробую может его просто паром херачнуть а вот есть у меня прям сегодня какой-то прям нормально все так получается да фишка в чем об него стрелы ломались я прошу копье моё целое можно скоро развести костерок поставить значит маячок наш причем я по жизням могут ну нормально и и это средний это так и так и будем здесь сохраняться потому что здесь любом случае нужно сохраниться спать это такое это не панталык избиваешь а как на тебя забраться это динамит это стопудово какая-нибудь бочка с нефтеотходами которые рванут если я ее попробую разбить но я как я конечно же попробую а что там бурлит ребят там деревянный контейнер ладно погодите оставим мне просто интересно посмотреть а как на него забраться то ой еще один краб ладно хорошо еще бурлящие контейнеры я надеюсь здесь не будет никакого босса только не говорите что здесь какой-то босс может обитать как палатку поставить блин а тут пальмами и не пахнет ага конечно ага понятно ага тут еще надо учиться прыгать да давай как-нибудь вылезем как же я здесь поставлю укрытие если здесь нету пальм да встань ты горбатые мои я чё-то я чё-то как-то и не подумал стойте а как же мне запрыгнуть вот запрыгнула топы как слоняра ради это чё за тыква такая растет а это бочка видишь красные следы я тебе говорю это недобрый корабль ох и недобрый ох и мне сейчас влетит стопудовая несохраненка я просто тогда убегу я не убегу я это тактически отойду пепе передислоцируешься вот какие слова умные-то знаю хочу никого нету вообще ну каком-нибудь призрак был а как они тут жили то это что за машинный отсек ну я так открыла что-то мне это не нравится ребята это самолет офигеть возможно с помощью этой штуки я смогу выбраться отсюда еда в смысле еда починить двигатель самолетов починить пропеллер запастись едой водой топливом короче авто жир а суда воду занести что ли а то есть это чтобы я улетела к себе на цивилизацию я суда значит должна скинуть еду да ну погоди о ну типа то да да не пойму как здесь еду это новое уведомление ладно подожди я почитаю потом сюда я скидывать еду в воду должна я так понимаю и улетать ну для этого знаете сколько поплавать надо что все это набрать никто мне не скажет а у а у катя воды не хватает я скоро надо будет попить я помню там где-то кокос загашники был короче это очень классная платформа эту платформу мы с тобой можем запомнить каким образом я не знаю вот на тот остров поплывем потом приплыли мы с какого вот с этого наверное начереет начереет уже мы с тобой даже поспать не можем я к чему хочу сказать у меня есть какие-то детали типа там вот в инвентаре вот в этих ящиках ну да конечно потом покажу всякие там всякие там трансмиссии фигиссии вот они я думаю как раз таки нужны для починки этого самолета но подожди вот строительство транспорт основание автожира основание автожира детали автожира пропеллер самолета то есть вот это мне все надо сделать пропеллер починить а кабина как чинится а кабина автожира винты автожира автожир это вот это вот он автожир приятно познакомиться ты жир а я немножечко не жир хорошо надо как-то блин а как я не знаю как с этим взаимодействовать панель штурвала так вот топливная система давай допустим я ее возьму теперь я ее возьму в руки как то ее можно тебе топлива надо как она устанавливается ну скорее всего она никак не устанавливается возможно нужно взять молоток в руки ладно давайте на этом остановимся продолжим следующей серии тут столько всего что-то началось для меня нового неизведанного надо разбираться я просто плавать собралась потом островочек для жизни а мне говорят подожди может ты отсюда и улетишь вот на этом параплане ну на крайняк на нем всегда можно приземлиться хорошо если даже не работает у тебя вот эти колесики на которые приземляются людишки спланируем на пузико присядем но уже следующей серии будем продолжать не знаю в каком направлении двигаться посмотрим будет у нас импровизация чистая тебе спасибо огромное за просмотр поддержи пожалуйста лайком пиши комментарии обязательно подписывайся на канал пока пока пока